Районный фестиваль педагогического мастерства «Урок математики в начальной школе. От интереса к знаниям. Государственное учреждение образования. Дребенская средняя школа. Учитель начальных классов. Палькова Елена Васильевна». Предлагаю вашему вниманию презентацию по теме «Деление с остатком». Данный вид презентации я использую в дистанционном общении с учащимися и родителями. При девятом царстве, при десятом государстве, ой, не при десятом царстве, не при девятом государстве, а в поселке Дребен жила-была семья. В семье этой дружат, живут не тужат, все проблемы решают совместно. Рано утром папа принес в картине всем угощение. Ребята, отгадайте загадку. Висит на ветке колобок, блестит его румяный бок. Верно, это яблоко. Сосчитайте яблоки. Решили разделить яблоки поровну каждому. Восемь разделить на четыре. Сколько получим? Верно, по два каждому. Маме два, папе два, дочке два и сыну два. Ни одного яблочка не осталось. Говорят, что число восемь делится на число четыре на цело, без остатка. Но оказывается, что не все числа делятся на цело, а существует в математике множество примеров на деление с остатком. Наша задача научиться решать и записывать примеры с остатком. Рассмотрим данные случаи деления. Как разделить семь на три? Кладем на стол семь апельсинов. Делим их по три. Сколько раз по три вмещается в числе семь? Считаем. Один, два. Пишем в ответе два. А какое число до семи на цело разделили на три? Верно, это шесть. Надо разделить семь, а разделили только шесть. Какое число в остатке? Семь минус шесть равно один. В остатке один апельсин. Пишем остаток один. Проверяем. По три апельсина взять два раза, будет шесть. И в шести прибавить остаток один, получим семь. Мы решили пример правильно. Тринадцать разделить на пять. Как решить пример в школьной тетради? Для удобства рисуем кружки. Сколько? Верно, тринадцать. Делим их по пять. Какое число до тринадцати разделим на цело на пять? Правильно, десять. Пишем сверху, наделим число десять. Десять разделить на пять будет два. Сколько в остатке? Делили тринадцать, разделили десять. Разность числа тринадцати и десяти равна трём. Пишем в остатке три. Проверяем. По пять взять два раза, получим десять. И в десяти прибавить три, получим тринадцать. Мы решили пример правильно. Удобно ли нарисовать в тетради пятьдесят два кружка? Конечно, нет. Но не зря говорят, что добрая семья прибавит разума, ума. Их находка. Пользуйся таблицами умножения. Если делим число на шесть, используем таблицу умножения на шесть. Если в таблице произведения равное пятидесяти двум? Нет. А какое наибольшее число до пятидесяти двум есть в таблице? Верно. Сорок восемь. Пишем сверху над делимым число сорок восемь. Сорок восемь разделить на шесть в частном будет восемь. Находим остаток. Он равен разности чисел пятидесяти двум и сорока восьми. Это число четыре. Проверяем. Шестью восемь – сорок восемь. Сорок восемь прибавить четыре равно пятьдесят два. Мы решили пример правильно. А сейчас заглянем в рубрику «Решайка». Поставьте на паузу «Решите примеры». Проверяем. Тридцать пять разделить на восемь равно четыре в остатке три. Частное чисел сорока девяти и пяти равна девяти. Остаток четыре. Пятьдесят уменьшить семь раз получим семь. В остатке один. Восемьдесят шесть разделить на девять равно девять. И в остатке пять. Составьте из Гекса примеры наделения с остатком. Поставьте на паузу. Проверяем. Двадцать пять разделить на три равно восемь, а остаток один. Тридцать семь разделить на пять получим семь. В остатке два. Вы научились решать примеры наделения с остатком. Молодцы! Восточная мудрость гласит Приобретать знания – храбрость. Приумножать их – мудрость. А умело применять – великое искусство. Удачи! Спасибо за внимание!